Здравствуйте! Вы смотрите Вести детально. В студии Марина Дмитриева. Вот главные темы выпуска. Голод, холод и страх. В Сызране вспоминали подвиг участников блокады Ленинграда. В предберии 73-й годовщины снятия блокады Ленинграда в Сызране прошло памятное мероприятие. О том, как память о подвиге блокадников передают из поколения в поколение, расскажет Кристина Солодкова. Свидетельство о смерти отца. Это единственное, что досталось Анатолию Васильевичу Вотрину из блокадного Ленинграда, где он вместе с семьей застал начало той страшной войны. В 42-м году им удалось бежать в Ульяновскую область. А спустя три месяца стало известно о смерти отца, который остался в Ленинграде. Он прожил без них всего 16 дней. Езяли по Лазаревскому озеру. Нас папа проводил на санках. Мы с Выборгской стороны до Финляндского вокзала на санках. Везли там все. Ну, транспорт не ходил. Когда началась война, Анатолию Васильевичу было всего пять лет. Кроме него, в семье у родителей было еще два ребенка. Сейчас ему уже девятый десяток. При воспоминании о детстве в блокаде у него наворачиваются слезы. Бомбоубежище, свист вражеских самолетов, холод, голод. Вместо чая клей. Пища, граммы хлеба. И вот мы выезжали 1 февраля 42-го года. Нам давали, вот на нас, на детей, было 125 грамм хлеба. Вот все. Питание. Потом, если бы это был хлеб такой нормальный, а хлеб с добавками, там все. Ну, все. Сегодня, в преддверии 27 января, даты полного снятия блокады, в ДК «Авангард» прошло торжественное мероприятие «Мужество и стойкость Ленинграда». Зрителям показали документальные фильмы о блокаде и театральную постановку по мотивам мемуаров Милы Аниной. Посмотреть на это пригласили именно школьников. Мы очень рады, что они пришли. Почему? Потому что мой отец даже воевал. Дядя воевал, погиб у меня. У меня воевали много родственников. А не все дети об этом знают. И когда я провожу такие мероприятия, я их спрашиваю, у вас кто-нибудь воевал? И вдруг появляется лес рук. Все кричат, воевали, воевали, воевали. Но они смотрят свои телефоны и забывают вот об этом. Да, в моей семье есть прабабушка и прадедушка. Они участвовали в войне. Для меня это значит, что память о погибших, которые были на войне, как была блокада Ленинграда, что надо помнить и не забывать о этих войнах, которые воевали на войне. Кристина Сладкова, Дмитрий Медведев. Вести детально. Виртуальное преступление и реальное наказание. 51-летний житель Сызрани, увлекающийся играми в интернете, стал жертвой хакера-подростка. У сызранцев ломали электронную почту и требовали деньги за возврат доступа к онлайн-игре. Чем закончилась история, узнаете из нашего сюжета. Играю очень долго. Изначально, как создали Север. Прокачиваюсь, относиться на все хорошо. 51-летний житель Сызрани Владимир Стародубов больше трех лет играет в онлайн-игры. Геймером он стал по семейным обстоятельствам. Хотел наладить отношения с сыном. Прочитал много книг по психологии. Оттуда и почерпнул идею. Потому что мне очень с ним хотелось общаться нормально. Но мы с ним не могли находить общий язык. Вот мне пришлось сесть за игру и играть в компьютер. Со временем Владимир Викторович, что называется, втянулся. Говорит, очень круто прокачал свой аккаунт с никнеймом «Вор». Но в прошлом году доступ к нему своровали. Электронную почту Сызранца, через которую он выходит в игру, взломал 17-летний подросток из Оренбурга. И требовал денег. Изначально там 5000 рублей. Потом он решил сделать мне льготы. Поменьше цену скинуть. Ну и так мы дошли с ним до 2000 рублей. Вот как таким образом. Деньги вы платить не собирались? Конечно, собирался. Пострадавший от онлайн-мошенника обратился с заявлением в Сызранскую полицию. Говорит, что местные стражи порядка проделали большую работу и помогли. Я даже и не надеялся, что будет какое-то раскрытие. Ну, просто глухарь. Мне все говорили, результата никакого не будет. Я говорю, ну, не будет, не будет. Заявление подал. Все-таки муниципальная полиция работает за наши налоги. Они должны что-то делать. Ну и все. Им отправил. Меня вызывают раз. Вызывают два. Оказывается, устанавливаем этого человека. Кто где. Где он живет, сколько ему лет. Все про него уже это узнаем. И отправляют материалы. Все вот эти собранные материалы отправляют в Оренбург. Оренбургские правоохранители долго не находили состава преступления. Спустя год после кражи и седьмого письма в прокуратуру совершилось. Накануне Владимиру Стародубову сообщили, что уголовное дело возбуждено. Мужчина говорит, я, конечно, рад. Жаль только героев игры, которых удалил виртуальный вор, уже не восстановить. Марина Дмитриева, Сергей Инген, Вести детально. К другим темам. Накануне в Сызрине отпраздновали День студента. На огонек в один из Сызранских университетов отправилась наша съемочная группа и узнала, верят ли вузовцы в приметы, какие соблюдают традиции и что про современных студентов говорят преподаватели. Сызранские студенты отметили профессиональный праздник. Для Никиты Боброва это первый в его жизни День студента, не считая посвящения. Первокурсник, получивший грамоту за хорошую учебу и волонтерство, говорит, университетская жизнь пришлась по нраву. Быть студентом – это намного круче, чем школьником. Узнаешь много новых людей, новые занятия, расширяешь свой круг. Праздник совпал как раз с окончанием сессии, отметил ректор филиала СамГТУ. Студенты уверяют – все экзамены и зачеты сдавали и будем сдавать своими силами. В приметы не верим, халяву не ловим. Махать зачеткой из окна совершенно не работает. Лучше учить все своевременно и тогда все сдаться на отлично. Тех, кто учится на отлично, а кроме учебы успевают в спорте, науке, культ массовых мероприятиях, уже 10 лет награждают стипендии имени Александра Плетнева. Сертификат на 10 тысяч рублей в этом году получила третья курсница Мария Боброва. Александр Викторович учился в этом филиале, закончил его с отличием. Не просто учился, но активно участвовал во всех делах филиала. В научной работе, в спортивной, в культурно-массовой, то есть по любым направлениям. И вот мы стараемся, чтобы такие студенты получали поддержку и отмечаем их вот этой стипендии. Отмечали награды и праздник, как и положено, с медовухой. Напитка приготовили целую бочку. В университете сказали, с годами традиции не меняются. Впрочем, как и сами студенты. Есть студенты, которые, что называется, упираются рогом, грызут гранит науки. Есть студенты, которые так хотят легко пройти по времени обучения. Как они были, так и не остались. Вот такого как бы принципиального различия между теми, что студенты были и студенты сейчас, наверное, нет. Студент, он есть студент. Марина Дмитриева, Дмитрий Медведев, Вести детально. Какие улицы в этом году в Сызране планируют газифицировать, когда начинается прием заявлений в первые классы? Об этом, а также о спортивных новостях узнаете за 163 секунды. В Сызране приняли новый план газификации на текущий год. Его финансирование – более 6 миллионов рублей – одобрили на первом пленарном заседании городской думы. Большая часть средств – два с лишним миллиона – пойдут на техническое перевооружение газораспределительных сетей и перевод на природный газ жилых домов по улицам Станичное, Возрождение и Нефтепроводное в поселке Белый Ключ. В Думе сообщили, еще более полутора миллионов рублей направят на газификацию жилых домов на улицах Пензенской, Пушкина и Чапаева. Это в поселке Кашпер. Также запланировано газоснабжение отдельных квартир и пуск газа по объектам, где работы газовиков были начаты в прошлом году. Кроме того, депутаты рекомендовали администрации города проработать с рядом областных министерств вопрос о передаче в собственность Сызрани газопровода и пуск газа в поселке Красноярский овраг в этом году. 27 января с 9 часов утра в Сызрани начинается прием заявлений в первые классы. Родители могут подать заявление лично в школе или через интернет на региональном портале государственных услуг. Заявления будут принимать в школы Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Шигонского районов. В Западном управлении образования работает горячая линия по вопросам порядка приемов первой классы. Номер телефона указан на экране. Время работы горячей линии с понедельника по четверг с 9 утра до 6 вечера. В пятницу с 9 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней. Сегодня футбольный клуб Сызрань 2003 в рамках первого учебно-тренировочного сбора сыграл два контрольных матча с Ульяновской Волгой. На поле стадиона «Кристалл» обе команды сыграли между собой разными составами. В первом матче в составе Сызранской команды вышли игроки молодежного состава, а также игроки на просмотре. В итоге ощутимое преимущество ульяновцев вылилось в крупный итоговый счет. 5-1 победа «Волги». Единственный гол ворота гостей за Сызрань 2003 забил игрок дубля Владислав Сафронов. Во втором матче против гостей в составе Сызранской команды вышли несколько игроков-основого, среди которых были вратарь Олег Баклов и капитан Василий Березун. Увы, и во втором матче Сызранская команда уступила. На этот раз в упорной борьбе с минимальным счетом 0-1. Напомним, что первый сбор Сызрань 2003 завершится в воскресенье 29 января, после чего наша команда, возможно, подпишет первых новичков. В Сызране 27 января стартует открытый чемпионат города по хоккею с шайбой среди взрослых любительских команд. Его организатором выступила региональная Сызранская хоккейная лига, которая недавно была сформирована в нашем городе. Своё участие в чемпионате подтвердили 8 команд правобережья. Это хоккейные клубы СНПЗ, Грузавто, Искра и Искра-2, Сызрань 2003, Запад, Сызрань-Волга, а также хоккейный клуб Октябрьск. До середины марта пройдет однокруговой турнир, после чего стартует стадия плей-офф. Торжественное открытие чемпионата состоится в пятницу 27 января в 19.30 на Роснефтьарене. После проведения церемонии открытия состоится первый матч в рамках чемпионата РСХЛ между СНПЗ и Грузавто. Вход для болельщиков свободный. За несколько месяцев обучить новичка профессии и обеспечить стабильной работой. Как это сделать, знают на Сызранской обувной фабрике. Предприятие расширяет своё производство и нуждается в дополнительных рабочих руках. Наша съемочная группа заинтересовалась темой и выяснила все подробности. Сызранская обувная фабрика – один из крупнейших производителей детской обуви в России. Она входит в пятёрку лучших среди предприятий лёгкой промышленности страны. На будущий год фабрике исполнится 90 лет. Самое главное достояние нашего предприятия – это наши сотрудники. И мы ценим профессионализм, самоотдачу, результативность. И на нашем предприятии работают семейные династии, что говорит о том, что предприятие жило, живёт, будет жить и развиваться по нарастающей. На сегодняшний день в планах за обувь пром – это увеличение объёмов выпуска производства и расширение ассортимента. В связи с этим у нас открываются дополнительно рабочие места. Мастер по сбору обуви Ольга Бочкарёва внимательно следит за каждым движением своей ученицы. Юлию Максимову новой профессии она обучает три месяца. Ещё через три месяца девушка сможет стать полноправным сотрудником фабрики. Наставница говорит, чем больше вы будете стараться, тем выше будет ваша зарплата. Во время учёбы выплачивают стипендию. Зарплата идёт как издельно-премиальная. То есть, чем больше я сделаю, тем больше я освою операций, тем больше я буду зарабатывать. Для тех девушек, которые сейчас, допустим, молодые, не знают, чем заняться и любят работать руками, конечно, я советую прийти на нашу фабрику. Во-первых, обладать профессией и, конечно, начать зарабатывать. Сейчас у обувной фабрики много заказов, производство расширяется, нужны рабочие руки. В цехах появилось новое оборудование, которое ждёт новых работниц. Только в заготовочный цех предприятия необходимо принять 40 человек. Марина Дмитриева, Дмитрий Медведев, Вести детально. И в продолжение темы учёные не раз доказывали, что работа без отдыха приводит к серьёзному стрессу. Восстановить силы в таких случаях помогает, например, созерцание живой природы. Куда для этого могут отправиться жители Сызрани, узнаете из нашего сюжета. В Крывеческом музее продолжается выставка экзотических рыб. Амазонские пираньи, рыба-нож, рыба-попугай, а также ядовитая рыба с взрывным характером. Рыбокрылатка имеет длинные плавники, в которых таятся острые ядовитые иглы. А это знаменитый по известному голливудскому мультфильму «В поисках Немо» морской клоун. Жители водного мира вызывают большой интерес у сызранцев. Очень интересно, разнообразные виды рыб, животных. Они очень интересные, нам хорошо объяснили и очень ярко о них рассказали. В качестве бонуса на выставке представлены лемуры и другие экзотические животные. Мне больше понравился лемур, потому что он очень интересно двигался. Также мне понравилась ягуана обычная. Она у нее очень необычная расцветка. И мне понравилась информация, она интересна была слушать. Выставка продлится до 5 февраля. Через несколько секунд вас ждут рубрики «Хочу сказать» и «Дежурные по городу». После смотрите рубрику «Наши земляки». Сегодня узнаете историю жителей Сызрани, участника битвы за остров Даманский. Всего вам доброго и до встречи! Они гладали очень сильно, собак ловили, кошек. Чисто даже, чтобы поесть что-то, приготовить, уже без разницы было, что есть. Очень много рассказывали, что блокада Ленинграда длилась. И при ней люди выживали только при помощи хлеба. Вообще ничего не знаю. Блокада Ленинграда началась в 1941 году. И это было очень тяжелое время для всех ленинградцев. И там было Ладожское озеро. И оно было озером жизни. По нему привозили продукты. Здравствуйте, с вами дежурный по городу Илья Волков. Непогода стала причиной более десятка ДТП на улицах города. Одна из них произошла на улицах Волынская. Автомобили ВАЗ-2110 и Нива столкнулись 26 января около трех часов дня на улицах Волынская в районе автобусной остановки Смоленское. Со слов участников аварии, водитель внедорожника остановился перед зеброй, чтобы пропустить пешехода. В это время сзади в нее врезал десятка. От удары у ВАЗ-2110 разбилась фара и пострадали крыло, бампер и капот. У Нивы менее заметные повреждения. В аварии обошлось без пострадавших. Еще одно ДТП произошло здесь, на пересечении улиц Смирязева и Чапаева. Вот эта иномарка не разъехалась на перекрестке с вот этой десяткой. Автомобили Шкода и ВАЗ-2110 столкнулись сегодня в третьем часу дня. По словам водителя десятки, который ехал по Чапаева, встречная иномарка начала поворачивать налево практически перед его автомобилем, но не успел закончить поворот. В результате вазовская десятка врезалась в заднее крыло Шкоды, после чего иномарку развернула поперек дороги. В аварии никто не пострадал. А мы продолжаем. К нам в редакцию поступают десятки звонков от местных жителей. Они жалуются на бездомных животных, которые, по мнению горожан, представляют угрозы как взрослым, так и детям. Как пример, пользователь сети ВКонтакте выложила видео, на котором видно, как несколько собак лают на людей. Как рассказала нам автор видео, ходить мимо собак страшно. Они бросаются на прохожих. Отловом бездомных животных в 2017 году занимается ульяновская компания «Волга-профи». Вообще выезд спецбригады осуществляется у нас еженедельно по понедельникам, средам и пятницам. Работаем по заявкам граждан, которые фиксируются в журнале административно-технической инспекции по телефону 33-49-08. И направляется заявка в данную организацию. Выезжают они, начинают работать с 5 часов утра и до 9 дня. На эти мероприятия у нас выделены миллионы рублей, на которые будет произведено 910 голов. На сегодняшний день отловлено 172 головы. Стоит отметить, что по традиции граждане делятся на два лагеря. Один за отлов бровячих животных, другие встают на их защиту. А на этом у меня все. Всего доброго. Берегите себя. Увидимся на следующей неделе. Сызрань. Зал воинской славы Краеведческого музея. Владимир Тарасов пришел сюда, чтобы вновь увидеть очень ценные для него фотографии. Полвека назад он участвовал в битве за остров Даманский на границе с Китаем. Ему было 22, когда волею судьбы Сызранец оказался в центре событий. Дело в том, что это романтика. Я кончил здесь машиностроительную техникуму и захотелось мне посмотреть Дальний Восток. И как раз было направление на работу туда, в Хабаровск. Я взял это направление и поехал смотреть Дальний Восток. И оттуда с Хабаровска призвался в армию. До конфликта граница была практически открыта. В ночь на 2 марта китайские военнослужащие попытались захватить Советский остров. Первый бой приняла пограничная застава. Всего 32 бойца против 300 китайцев. Большинство из тех пограничников погибли. Через некоторое время Владимир попал в первый армейский эшелон, чья задача была вступить в бой и продержаться 2-3 часа, пока подойдет подкрепление. Если честно, то да, то было страшно. Пусть не верят тем, кто говорят, что на войне не страшно. Страшно, потому что и пули свистели над головой, и голову боялись из-за гребня сопки высунуть. Бои с толкновением шли с переменным успехом. Но спустя 2 недели китайцы заняли остров. В тот день старший свержант Тарасов отвечал за связь на главном полевом пункте артиллерии. Его радиовзвод на БТРе выехал в район боевых действий, наладил связь и передал команды огневым позициям. Тогда на острове Даманском впервые по живой силе противника применили установки град. Спустя 10 минут наступил переломный момент. Остров освободили. На этой фотографии лица погибших на острове советских бойцов. Чтобы почтить их память, Владимир Тарасов каждые 5 лет ездил в Приморский край. Перед этим с помощью военкоматов он искал в Самарской области сослуживцев, ветеранов тех боевых действий. Но, как это не тяжело звучит, никого я не нашел. Поэтому получается, что в Самарской области, и не только в городе Слизня, а в Самарской области я один. В январе ему исполнилось 70 лет. Поехать вновь на остров Даманский пенсии теперь не хватает. Билеты на поезд туда и обратно стоят более 60 тысяч. Владимир Тарасов помнит погибших и надеется, что эти фотографии в зале воинской славы расскажут о подвиге наших бойцов и будущем поколении. Если вы тоже знаете замечательных сызранцев, звоните 98 7171 для рубрики «Наши земляки». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова